Muy buenos dias, mis queridos amigos. Como están? Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Тенгиз Халзанов и испанский Stengo 365. Мы продолжим сегодня нашу тему 36 и 6 самых важных испанских глаголов. И сегодня мы поговорим о глаголе serrar, закрывать. Герундио от глагола serrar будет serrando, закрывая. Participio от глагола serrar, serrado, закрыто, закрыт. El presente de indicativo. Это у нас настоящее время в изъявительном наклонении. Так вот, давайте посмотрим, как спрягается глагол serrar в этом времени. Так, что мы видим? У нас вот эти красные буквы, да? Видите? Е, Е, Е. Дело в том, что гласное Э в корне глагола serrar под ударением изменяется на Е. Я закрываю. Ты закрываешь. Он закрывает. Мы закрываем. Вы закрываете. И они закрывают. Я хочу обратить ваше внимание на цвет. Вот здесь видите, коричневый здесь и коричневый здесь. Эль, он. Третье лицо, единственное число. Заканчивается на гласную А. А вот множественное число. Эйос, они. Что мы видим? К этой букве А добавляется буква Энне. Эль, сьерра. Эйос, сьерран. На всякий случай запомните. Я думаю, что вам это пригодится. Ну а теперь давайте поговорим о значениях глагола сэррар. Запереть. На засов, на замок. Сэррар ла пуэрта. Запереть дверь. Также сэррар может означать закрыть, прикрыть. Дверь, окно. Вот понимаете, в раме, в которой находится дверь или окно. Вот именно в ней закрыть, но не запереть. Тоже такое значение. Сэррар ла пуэрта. Сэррар ла вентана. Закрыть, прикрыть дверь. Ла пуэрта, дверь. И ла вентана, окно. Также прикрыть, закрыть отверстие какое-то. Вот, например. Сэррар ла вока деун туннель. Сэррар ла вока, закрыть вход. Хотя ла вока, это означает рот. Но вот, когда мы говорим о туннеле, или даже входе в метро, иногда их называют бока. Рот, но это вход. Деун туннель, вход в туннель. Туннель. Также сэррар мы используем, чтобы сказать о том, чтобы закрыть кран. Сьерра эль грифо, пор фавор. Закрой кран, пожалуйста. Сэррар. Закрыть, закончить что-то. Ну, какой-то процесс. Ан серрадо лас инвестигасйонес. Закончили расследование. Либо закрыли расследование. Ну, или расследование, может, по-русски будет лучше звучать. Также сэррар может означать идти последним. Либо замыкать. Сьерра эль пелотон. Замыкает взвод. Ну, он замыкает взвод. Давайте так скажем. Соединить две части чего-то. Это может быть книга, например. Закрыть ее. Сэррар ун либро. Закрыть книгу. Также сэррар может означать заключить, подписать договор какой-то. Ан серрадо эль трато. Конун апретон де manos. Ан серрадо эль трато. Заключили договор. Мне еще захотелось поставить скрепили договор. Может быть, не совсем верно, но зато звучит красиво. Конун апретон де manos. Рукопожатием. Ун апретон де manos. Это рукопожатие. Следующее значение. Закрывать. Либо закрываться полностью или на время. Мы так говорим. Либо о бизнесе, либо о магазине, либо о каком-то заведении. Сьерран ала стресс. Закрываются в три. Также сэррар может означать заживать. Когда мы говорим о какой-то ране. Закрывается, заживает рана. Смотрите. Я бы хотел показать вам одну фразу с глаголом серрар. Пара асерсе оир, а весес, ай кэ сэррар ла вока. Что переводится как. Пара асерсе оир. Пара, чтобы асерсе, заставить себя оир, услышать. Услышать, извините, либо слышать других. Имейте ввиду. А весес, ай кэ сэррар ла вока. А весес, иногда, ай кэ, нужно сэррар ла вока. Закрыть рот. Ну вот и все на сегодня. Всем большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий. Это все. Адьос.